Сегодня завершается председательство Республики Армении в УДКБ. Этот период был весьма насыщенным. Мы отметили 30-летие подписания договора о коллективной безопасности и 20-летие создания УДКБ. Вопреки юбилеям, настроения у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейные. В течение двух последних лет страна, член УДКБ Армении, как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в УДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции УДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу УДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами. И я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в УДКБ. Конфликт Армении-Азербайджан, я повторю, что сказал на начинной сессии СКБ 28 октября. Мы хотим, чтобы конфликт между двумя соседними дружественными нам государствами был руководирован мирным путем. Думаю, выражу мнение всех. Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Николай Буваев, что ДКБ не удержало Азербайджан от агрессивных. Не наше дело кого-то удерживать. Но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать. Мы готовы. И миссию сегодня в наших интересах в арменно-азербайджанском конфликте выражает полностью Россию. С этим согласился и Азербайджан, и Ереван. Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся. Давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе. Да, Николай Бувачев, есть нюансы и серьезные, может быть. Но мы можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании, прежде всего, руководства Армении, ну и, естественно, Азербайджана. Кстати, я буду об этом говорить. Это один из приоритетов белорусского председательства. Мы должны закрывать на это глаза, сможем мы решить эту проблему или нет. Но это должно быть центром внимания ОДКВ. Но надо понимать, что конфликт между двумя соседними и близкими, дружественными государствами. Только в этом причина, а не потому, что мы хотим угодить одной стороне, в ущерб другой. Армяне нам не чужие люди. И мы хотим их поддержать, но в этом плане должно быть движение, прежде всего, Армению. Но я в этой связи не понимаю. Может быть, кто-то объяснит, зачем здесь, в этом конфликте, кроме России еще, которая вовлечена в посредничество, зачем здесь Евросоюз и ОБСЕ, чтобы далее вбивать кол в отношения между нами, между союзниками. Так ведь было всегда. В истории всегда было так. Но мы это знаем. Знаем, к чему приводит такого рода посредничество. Просто будет, как минимум, заморожен этот конфликт опять на долгие годы. Им не нужны стабильности мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разрубка. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.